Всем огромный привет! Это видео посвящено вопросам, которые вы мне задавали. И начну, пожалуй, с первого вопроса, который задала мне Марина, канал FlyMarie. Марина у меня как-то поинтересовалась, как я решила стать блогером. В общем, блогером я на самом деле решила стать очень давно, еще в 2011 году, когда я для себя открыла такое явление, как блогерство на YouTube. Я помню, для меня был один из первых каналов, это Viki3000, который я для себя открыла. Я просмотрела все ее видео, потом начинала открывать другие каналы девочек. В общем, меня это все так захватывало, мне так было все это интересно. И я скупала косметику, меня тоже вдохновлялось этими видео. И в общем, все время я тоже хотела что-то рассказать. И периодически у меня выплывали какие-то видео, я их выкладывала на свой канал. Но как-то процесс у меня вечно тормозился, и то одно препятствие, то другое. И в общем, вот только буквально в этом году, в 2016, я наконец стала более-менее регулярно так стараться выкладывать ролики. В общем, и вот так вот у меня этот процесс затянул. И, конечно, огромное спасибо тебе, Марина. Благодаря твоему проекту «Жить интересно» я как-то втянулась в мир YouTube, в общение с блогером. И как-то регулярность, вот и благодаря отчетам, да, у меня более-менее хотя бы регулярность, дисциплинированность вырабатывалась. В общем, пока мне, конечно, работать и работать над собой, как над блогером и над моим каналом. И поэтому вот так вот я решила стать блогером. И хочу сказать, что огромное спасибо всем зрителям, которые смотрят мои видео, подписчикам, которые решили подписаться, чтобы не пропускать новые видео. В общем, я очень благодарна, и особенно за обратную связь, когда вы комментируете. Это для блогера бесценно, потому что начинаешь понимать, что ты кому-то интересен, и что видео не просто так снимаешь, выкладываешь в никуда, что есть отдача. Поэтому огромное вам спасибо. Следующий вопрос. О чём ты мечтаешь? В общем, мечтаю я об очень многом. Это мечты такие, знаете, которые сокровенные, о которых я не рассказываю. Я на широкую публику и даже, наверное, где-то и близким друзьям как-то внутри себя это храню, чтобы оберегать и чтобы максимально направить энергию на осуществление некоторых своих таких самых главных желаний. А есть мечты, которые бывают, которые фантазийные какие-то, воображения, какой-то параллельный мир целый организуется в этих каких-то представлениях. Это у меня с детства было, я помню, ещё была такая маленькая, мне лет пять было. И я часто любила играть в воображение в кухне зимой, особенно темнеет рано, и, допустим, шторы ещё не занавесили, да, и включен свет в кухне. И вот кухня отражается в стекло, и получается, как будто бы вот не улицу видишь, а отражение кухни, да, как бы я представляла, что это там второй мир, и там тоже живой я. И я подходила к окну и представляла, как будто бы, ну, я видела отражение себя вот в этом окне и общалась, представляла так мысленно, что как там вот живёт вот та Оля, которая вроде бы я, но не я. В общем, такая игра воображения была, и иногда я о чём-то так вот представляю, я не могу сказать, что это прям такие мои мечты, но это просто какое-то такое воображение, что вот как бы может там что-то было бы в жизни. Ну, иногда полезно пофантазировать на какую-нибудь тему. Ну, а так, такие мечты, о которых можно рассказать, это, допустим, путешествия. Я, конечно, хочу много путешествовать, к сожалению, муж у меня в связи с тем, что он военный, он не может выезжать за границу, поэтому этот минус такой большой. Вот, потом там бытовые мечты. Я очень хочу сушильную машину, чтобы после стирки бельё прокрутилось в этой машинке, и осталось бы только разложить по шкафчикам. То есть, какие-то вот такие мечты. Ещё о чём я мечтаю, ещё я, знаете, иногда воображаю, представляю и мечтаю, что иду я такая по улице, и встречается мне именитый режиссёр какой-нибудь. И он меня видит и говорит, что ваша внешность очень подходит для главной роли в новом кино, и не могли бы вы что-нибудь изобразить, дабы, знаете, увидеть, есть ли во мне какой-то потенциал актёрский. Я там сходу какую-нибудь такую эмоцию изображаю. И он говорит, да, что-то у вас есть, приходите на пробы в кино. Но я такая прихожу на пробы, читаю там сценарий, и они меня выдвигают на главную роль, и я снимаюсь в кино. В общем, вот такие до сих пор у меня есть мечты. Кстати, такой факт обо мне, это то, что первый мой такой заработок был, это съёмка в кино. Я снималась в массовках и получила 50 рублей за съёмочный день. Так что вот. И следующий вопрос, какой я себя вижу в старости? В старости я себя вижу всё равно такой, знаете, женщиной, которая просто с морщинками и с ситыми волосами, но при этом имеет всё равно какой-то активный образ жизни. До сих пор постоянно чем-то интересуется, какие-то новые вещи для себя открывает там в творческом мире. Может быть, я буду книги писать, может быть, ещё что-то, может быть, заниматься какой-то полезной общественной деятельностью, помогать там кому-то. Я надеюсь, что когда мы будем уже пенсионного возраста, мы не будем выгадывать эти копейки, что у нас будет благополучие с мужем. Мы сможем путешествовать. В выходные дни у нас будет дом свой частный, и в выходные дни будут приходить к нам дети и внуки, друзья. И я буду угощать их пирогами, всякими вкусняшками. И делиться мы там будем новостями, какие там прошли за неделю. И образ жизни всё равно у нас такой будет, я думаю, более, ну, тоже насыщенный и интересный. Да вроде бы я вижу себя в такой старости, и можно сказать, что это какая-то такая мечта фантазийная моя. Поэтому, ну, вот так я себя представляю. И следующий вопрос, как я отношусь к детям. К детям я очень хорошо отношусь, и по образованию я педагог. Конечно, изначально я пошла учиться на учителя не из-за того, что я хотела работать в школе, и у меня какая-то там тяга была. Ну, так вот сложились обстоятельства. И когда я была уже на школьной практике, мне это настолько легко давалось, что я себя даже поймала как-то на мысли, что я бы пошла работать в школу, что это интересно. И когда у меня проходила практика, у меня были всегда высшие отметки. И я очень любила работать с группой учеников, которые были неуспевающими. И мне как-то, вы знаете, было интересно, и как именно в профессиональной такой деятельности людей обучить, чтобы они в знаниях смогли соображать, уметь формулировать ответы свои. И вот именно понимать то, что вот я не хочу, и находить вот на это ответы. И на самом деле, я помню, когда был открытый урок, и я задавала вопрос к классу, и обращалась к неуспевающему ученику. И в это время сидела куратор моя по практике, и она на заднем плане вот так вот делала глаза, и вот так вот руками махала, что зачем, не надо, не надо спрашивать двоечника, что я себе всё испорчу. Но я считаю, что невозможно испортить, и вообще неправильно найти какие-то открытые уроки, и только отличники там отвечают тебе, а остальные сидят в это время отдыхают. Нет, ты именно себя как педагог проявляешь непосредственно именно в работе с более неуспевающими учениками, и это очень интересно. Вот, и, кстати, ещё такой факт обо мне. Я работала в училище. Ну, как я работала? В общем, за неделю до 1 сентября я устроилась в училище, ещё не официально, как раз там трудовая должна была оформиться, и в школе так таковых, кстати, вакансий тоже не было, и зарплата в седьмом году, это была просто трэш какой-то, а не зарплата у нас. И, в общем, да, я не дожила до 1 сентября в итоге, что я передумала, что нет, я не буду учителем, нет, 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 в общем, я не стала работать учителем. Вот, ну и что, мы с мужем не являемся child-free, у нас, знаете, такой более европеизированный, Господи, ра-ра, что с моими дикциями. В общем, у нас такой более европеизированный взгляд, наверное, что сразу при женитьбе не рожать детей, потому что, ну, не буду вдаваться в подробности, но, знаете, на тот момент, когда мы женились, реально материальное наше финансовое положение просто вызывало желать лучшего. Я без работы тоже была долгое время, почти год, и мышь у меня ещё подрабатывала охранником, чтобы нам как-то, ну, более, даже не более-менее, а чтобы нам жить и иметь минимальный набор продуктов. Мы никогда не жаловались родителям, никогда не сидели на их шее, и, естественно, рожать ребёнка – это такой осознанный шаг, и каждый для себя делает сам выбор. Кто-то считает, что пока есть здоровье, надо рожать, независимо от того, какие там финансовые положения в семье. У нас немножко другой взгляд на эти вещи, поэтому, ну, вот так вот. В общем, самое лучшее время, самый лучший час у нас обязательно будет ребёнок, и в этом плане я, как в танке и в железной каске, уверена и неприбиваемая, и считаю, что бесполезно раздавать людям советы, что когда надо, в какой возраст надо. Есть медицинские, как бы, показатели и пожелания, да, есть социальные и разные обстоятельства, но в итоге всё это очень индивидуально, и каждый делает выбор сам для себя, и независимо от того, когда он сделал для себя выбор, всё равно ситуация складывается так или иначе, и когда стоит родить ребёнка, тогда и рождается ребёнок, и всё, слава Богу, чтобы было в семье благополучно. Это, знаете, тоже советовать там, заводите собаку, заводите кота, животные делают нас добрее, они снимают стресс и тому подобное. Ну, если человеку не хочется там заводить животных, он не будет. Да, конечно, сейчас я мух с котлетами мешаю, да, там, говоря о животных, заведении животных и рождении детей. Но хочу вот передать тот смысл, что не надо никогда никому тыкать, что когда им рожать, когда им не рожать, вот, это всё индивидуально. Ну, в общем, вот такой мой был ответ на ваши вопросы. Ещё раз хочу сказать, что большое спасибо за то, что вы меня смотрите, комментируете, задаёте мне вопросы. Если у вас возникли ещё какие-то вопросы, то задавайте, может, в каком-нибудь из своих влогов или вот так вот специальное отдельное видео сниму, вопрос-ответ. В общем, всем спасибо и всем пока. Кстати, поставьте мне лайк, если вам понравилось, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо. Спасибо.